Городские волонтёры сегодня собрались в Доме культуры юбилейный. Вчера такое же мероприятие прошло в Лазаревке. Сегодня и накануне чествовали те, кто работал на городских площадках празднования Life Sites. Всего их в Сочи было пять. И именно волонтёры отвечали за порядок на площадках, помогали творческим коллективам и гостям мест празднования. Когда ты видишь реакцию после окончания смены, окончания работы или всего проекта, слова о том, что их повторить бы или а можно вернуться, а мы бы ещё хотели поработать, это самая высокая оценка, значит, проект удался. Быть волонтёром сегодня это уже почётно, но мало кто знает, какой путь пришлось пройти каждому из добровольцев, чтобы войти в проект. Месяцы обучения, десятки тренингов, отбор самый жёсткий. Награда – возможность быть причастным к мировому празднику и, конечно, большой опыт. Волонтёры признаются, друзья даже завидуют. Очень многие да. Да. Что говорят? Ну, то, что вот, вы волонтёры, вы там многих иностранных спортсменов повидали. Как вам это удалось, как упрости, мы тоже хотим. Пришли на праздник сегодня как новички волонтёрского движения, для которых Олимпиада была первым проектом, так и опытные добровольцы. За плечами Давида Ештерикова, например, международный инвестиционный форум, тестовые соревнования, зимние игры и десятки экологических и социальных акций. Я, да, и как актив Центра развития волонтёрства, мы пошли туда не сколько ради Олимпийских игр, а сколько из-за волонтёрства, потому что, ну, это как-то рвение, помогать. Ну, кто, если не мы? В зале юбилейного сегодня собрались 300 волонтёров, и практически каждый из них намерен и дальше участвовать в движении. Впереди много крупных мероприятий, а ещё в их помощи нуждаются ветераны, дети из дома-малютки и даже природа. В завершении встречи волонтёрам показали фильм «Чемпионы», отметив, что каждый из них, даже не будучи спортсменом, уже сегодня может себя считать таковым.